О, мы снова в прямом эфире, и мы хотели бы продолжить сегодняшний разговор вместе с Андреем Леведевым, потому что, мне кажется, мы останемся на самом интересном. То есть я уверена, что участники нашего эфира или те, кто будет дальше смотреть, вот Андрей уже присоединяет, подписывает какие-то важные такие советы, потому что нужно сделать, чтобы, если вы идете в проект по модели EPC, он сложился. Андрей присоединяется сейчас к эфиру и скоро появится, но я напомню, что у нас было до этого. Мы обсуждали вопросы, связанные вообще с тем, что такое EPC, потом мы поговорили про примеры проектов, поговорили, как в России, какие существуют барьеры и какие существуют возможности по реализации проектов EPC. Обсудили примеры того, какие сегодня даже подрядчики работают в этой модели. И поговорили про зарубежный инжиниринг и EPC. Я смотрю, участники к нам уже присоединяются. Спасибо большое, что мы снова с вами вместе. Ну и я жду, когда у нас появится Андрей. Сейчас Андрей, наверное, еще раз переподключится. Мне пишут, что Катя, это вот прекрасный эфир. Ну, я надеюсь, что очень полезный, потому что я даже для себя, ну, в смысле даже, в смысле, я для себя, заботясь, думая об этом эфире, вот, вытащила какие-то новые инсайты, о которых я даже не думала, да. Хотя мы понимаем, что любой такой эфир и для меня, и для Андрея это, там, подготовка. Андрей уже сейчас с нами, ура! Ну и мы продолжаем. Остановились мы на вопросе. Давай я сейчас напомню нам и нашим участникам. И я передам тебе слово, мы остановились на вопросе, а что нужно сделать в проекте для того, чтобы сложилось вот этот вот положительный, вот эта история про любовь, чтобы брак в виде контракта EPC между заказчиком и подрядчиком сложился так, что захотелось, то есть можно было быть гордым этим проектом и дальше реализовывать следующие проекты совместно. И ты очень четко разложил основные вещи, на которые я бы тоже обратила внимание. Давай для участников еще раз их повторим, вот то, что было до того, как эфир остановился. И я тебя очень прошу, продолжи, пожалуйста. Да, всем привет еще раз. Значит, с точки зрения команд, проектных команд, первое, наверное, сложно выделить что-то первое, это все важно. Значит, квалификационный уровень проектных команд, как с стороны подрядчика и с стороны заказчика, он должен быть примерно одинаковым, желательно на обоим высоком уровне. Одинаково высоком, да. На одинаково высоком уровне. Почему это важно, да, здесь неприменимо к заказчику или к подрядчику, просто если у кого-то будет такой существенный дисбаланс, просто кто ниже, да, того, как говорится, по правде жизни, по правде джунгли, того не будут довожать и считаться. То есть важно, чтобы, так сказать, был соблюден принцип сообщающихся отсюда, да, чтобы было примерно одинаково и желательно это было высоко. Следующее должно, что общее понимание объема работ и времени работы, оно должно соответствовать ожиданиям обоим команд, да. Они как минимум должны, например, представлять, как и что они будут двигаться. Я хотела бы здесь чуть-чуть дополнить. Вот во втором пункте понимания объемов и сроков и, собственно, графика выполнения работ, это одна из существенных вещей в EPC-контрактах. Обязательно при заключении контракта должно быть настолько четко детализировано и понятно обеим сторонам и объемы, и график, что, может быть, в обычной регулярной практике не часто встречается, да, а вот в случае EPC является критическим фактором успеха. Я читала обзоры юристов, которые смотрели на результаты рассмотрения судебных разбирательств в отношении негативных историй заказчиков и подрядчиков по контрактам формата EPC, рассматривались проекты твердой стоимости. Вот разное понимание контракта, объема работ и сроков стало ключевым разногласием. Спасибо большое. И следующее, следующее, пожалуйста. Все верно. Следующее. Но вот опять же, да, то есть если говорить про степень понимания, то есть она однозначно должна быть, раз, да, и второе, после подписания, там, кик-уф-митинга, обе проектные команды, они садятся в миски, и если говорить про объем работы, то есть они его детализируют до пакетов, так называемые, это уже элементарный объем работы, даже с точки зрения определения проектного команды. И то же самое делают с точки зрения графика, да, то есть они расписывают, делают там график, там, ну, четвертого уровня, да, пятый уровень, про пятый пока не говорим, пятый уровень – это настройки, это уже, ну, в виде там, бетона, стыков, количества стыков и так далее. Вот, максимально делают декомпозицию по графику. Да, это основное. И, опять же, с точки зрения понятия контракта, оно должно быть на общее понимание контракта, это важно. Опять же, контракты, все это пишут люди, если в контракте, в контракте обязательно должен быть прописан принцип старшинства, если кто-то, скажем, неправильно трактует или ошибся в представлении такого-то там технического задания и так далее. То есть у тебя должен быть прописан принцип старшинства, то есть куда ты выходишь, он, ну, скажем так, вносит, потому что есть на большее ясности и способствует нормальному, оптимальному работе проекта команды и заказчиков, и подрядчиков. И вот я хотела бы продолжить, еще вот в специфике контрактов EPC появляется такая штука, как там процедуры, которые в данном случае составляют практику, это уже не просто практика подрядчика и заказчика, они составляются на проект, и они становятся тем самым, той самой склейкой, механизмом взаимодействия всех в этом проекте. И вот то, о чем говорит Андрей, это и определение, там, эскалация, особенно в части, там, проблемных вопросов, изменений, там, и так далее, кто какие решения принимает, кто что согласовывает, но это и вот процедуры коммуникации, что является важным, потому что все работают со своими системами, в этом смысле, значит, важно определиться с порядком взаимодействия, коммуникации, чтобы ничего не сбоило, потому что объем, конечно, в любом проекте коммуникации очень большой, с большим количеством там проектных компаний. Я абсолютно не знаю, и сейчас, например, есть такие компании, которые, ну, специализируются на облегчении жизни, там, проектным командам на старте проекта, то есть, когда разрабатывается, там, project execution plan, условно говоря, все вот эти формы, темплейты, они сейчас, ну, прописываются, там, есть даже книжки, можно найти в интернете, купить, и так далее, да, что пакет форм и имплейт, как на русском, как. Шаблонов. Шаблонов, да. Шаблонов, да. Да, да, да. Это тоже способствует, ну, повышению эффективности работы как заказчика, так и подрядчика. А с точки зрения совместной эффективности, здесь, естественно, то есть, вот эти процедуры шаблоны, они должны, во всяком случае, верхний уровень процедуры, они должны быть приложены уже к подписываемому контракту, а дальнейшие уже, ну, скажем так, процедуры первого уровня, процедуры второго, третьего уровня, они разрабатываются совместно. Я вот хотела чуть-чуть тоже дополнить, чем в моей практике очень часто там компании сходили из понимания, что давайте купим шаблоны и быстро их, собственно, там поменяем титул, поменяем название компании, и вот они, или там проекты, и оно заработает. На самом деле нет, вот к этим шаблонам и подходам, конечно, нужны люди, которые прошли через это, то есть эксперты, которые могут объяснить, и это так называемая shadow team, да, или команда, которая стоит за спиной, она объясняет, выступает где-то ментором, наставником, а дальше это позволяет быстро запустить сам проект с минимальными разногласиями между всеми сторонами. Поэтому очень большое заблуждение, что вот у нас есть, например, процедуры, да, и мы все сделаем, нам больше никто не нужен. То есть основное все-таки это люди, это люди, определяющие, ну, с определенными знаниями, да, компетенциями, которые могут это сделать. Процедура – это вторичность, то есть без людей, ну, и опять же вот есть такое заблуждение, что вот у меня есть вот эта книжка, ну, условно говоря, да, шаблоны будут все процедуры, я никому не дам, потому что, чтобы другие там не воспользовались, там, меня не пришли. Это не надо бояться, там, делиться информацией, и весь вопрос в том, что люди по разным причинам, в основном за счет лени и жадности, два основных таких критерия, они не пользуются их. Во-первых, потому что даже если там человеку дашь, как раньше говорили, там, хочешь помочь человеку, недовольному рыбу, научи его рыбачить. Так вот, если ты ему дашь удочку, не факт, что он ей правильно воспользуется. А, потому что ему это будет лениво, в этом какая-то жадность тоже присутствует. Поэтому вопрос не в процедурах, прежде всего вопрос в людях, потому что проекты, любые проекты, без разницы там какие, это прежде всего люди и отношения между людьми. Процедуры – это уже вторично. Ну, вот я хотела бы вернуть нас в предыдущий эфир. У нас с Ильей Штокманом был эфир, и он один из инсайтов, который поймал, что настоящая демонстрация лидерства или компетенция лидерства заключается в том, что ты еще способен делиться. И делиться, и дальше возникает, как только ты в том числе это умеешь делать, у тебя возникает то самое партнерство, о котором Андрей говорит в течение сегодняшнего эфира, когда между заказчиком и подрядчиком возникают отношения не как к исполнению условий договора, а именно вот такие партнерские отношения, где и подрядчик разделяет цели, которые стоят перед заказчиком, и заказчик понимает и разделяет интересы подрядчика, при этом они нашли баланс. И механизм взаимодействия, где одним из важных является контракт, где одним из очень важных является компетенция проектной команды с той и с другой стороны, и, конечно, важным является, собственно, сам механизм, да, это вот процедура, система и общего информирования друг друга, да, и того, что происходит на проекте. Если посмотреть на те тренды, как сейчас развивается, мир, в принципе, не обязательно, это в том числе относится к управлением проектами, да, люди пытаются находить, так сказать, типа вин-вин, а прочее. Не то, что там кто-то кого-то там где-то там, ну, объегория там зажал, там денег спрятал, там график. Локально выиграл, да. Да, да, да. Вот, а именно с такой вот вин-вин, а прочее, ну, наверное, это, я бы так сказал, следующий там шаг эволюции, да, и эта система, этот форсов, он однозначно будет превалировать, однозначно. Ну, мне бы хотелось так думать. Во всяком случае, мне кажется, что это очень важно, вот, выстраивание, собственно, модели партнерства, но мы понимаем, что вот большинство проектов, в которых видим, значит, как раз эпик фейл или там провальные истории, они заключаются ровно в том, что компании скатились до отношений, значит, там же как есть план, риски, проблемы, а дальше претензии, да, вот. Вот так оно развивается, вот, в условиях контакта это зависит от, если говорить, применительно к проекту, к реализации проекта, это зависит от двух прожих директоров, как со стороны заказчика, со стороны подрядчика, то есть их, собственно говоря, ну, коммуникация, да, то есть, но у нас тоже были там со многими претензиями, и это нормально, да, но нужно дело сделать, вот. То есть это именно так, да. Согласен, целью проекта. И вот хотелось бы сейчас уже вот подытоживать наше такое выступление, всегда с Андреем не хватает времени, потому что хочется еще глубже, еще интересней. Ну, мы уже не видели октябрь месяц, вот эту оффлайновую встречу, я надеюсь, что к тому моменту уже, во всяком случае, вся эта карантин и пандемия все сойдет на нет, и все-таки люди будут нормально встречаться, не только онлайн, но и оффлайн там. Ой, это очень важно. И я хотела бы вот чуть-чуть поподробнее сказать, мы обычно в мае проводим традиционную майскую конференцию, и хотела бы поблагодарить всю команду, сегодня мы вспоминаем теплыми словами и фотографиями предыдущие годы, как она реализовывалась, много-много лет каждый год в мае проходит конференция, она, конечно, вот клубного формата, это встреча участников, что очень важно, потому что экспертиза и опыт, оно передается, ну вот, если мы хотим полнообъемно, это, конечно, вот, когда мы встречаемся и общаемся. Ну, и мы перенесли основные мероприятия на осень, и осенью проведем, вот о чем говорит Андрей, мы уже готовимся к докладу в октябре месяце, и там мы встретимся для того, чтобы обвиняться вот теми самыми уникальными практиками. Редко встречаемся, могу сказать по себе, я мало хожу на конференции, мало хожу на какие-то такие вот общие мероприятия, себя корю за это, но я понимаю, что есть несколько таких событий, на которые ты фокусируешься и на которые ты точно идешь, потому что там ты встретишь команду единомышленников или встретишь тех людей, с которыми ты можешь говорить вот на таком, за короткое время получить максимум ценностей. Это очень важно общаться в своем кругу, в команде единомышленников. У меня тоже был такой экспириенс, так сказать, да, я тоже рассказывал про управление проектами, но я рассказывал, наверное, не совсем той аудитории, да, и меня не не понял, это тоже для меня был определенный опыт, это был интересный для меня, то есть для меня как говорится, всю жизнь жри и учись, для меня это такое для меня открытие, потому что действительно фокус аудитории и круг общения, особенно если кому-то рассказывать, что фокус аудитории это очень важно. Да, да, и вот это понимание, оно выстраивается, как японцы говорят, ба, да, ба выстраивается, да, 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 ты ловишь и ты быстро-быстро учишься. У меня вот последний завершающий вопрос нашего эфира. Скажи, пожалуйста, какие, может быть, две-три компетенции ты рекомендуешь развивать руководителям проектов, которые сталкиваются с моделью EPC, входят в проекты, в которых возникают EPC-контракты, но и вот слышу тебя, я понимаю, что это, в общем-то, применимо для любого проекта, для любого руководителя проекта. Может быть, какие-то две-три компетенции? Да, собственно говоря, без разницы в данном случае, что это EPC или IT-проект, но первое, это работа с контентом, имеется в виду с код, графики и так далее, так сказать, hard skills, да, и soft skills с точки зрения работают с людьми, мотивация своей команды, именно мотивация своей команды, потому что у тебя должна быть команда единомышленных, если у тебя ее не будет, ну, как минимум на 50%, я не говорю, что это про успех, а на 50% ты обречен на провал. Команда, ну, опять же, не зря товарищ Сталин сказал, что люди решают все. Это точно. Да. Слушай, ну, мне кажется, мы классно поговорили, мы развернули тему. Да, мне тоже очень понравилось. Спасибо тебе. У меня на первый раз был такой паблик ток именно в Инстаграме, то есть обычно я использую, ну, либо в Facebook, либо Zoom. Вот. Как-то вот, ну, все бывает в жизни в первый раз. Да. У нас спросили участники, будет ли записан эфир, да, и первый, второй эфир, вторая часть эфира записывается, выкладывается, вы сможете пересмотреть. Мне написали, что хотят пересмотреть какие-то тезисы, может быть, себе взять. В общем, это главное, для чего мы с тобой это делали. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. Чтобы люди, опять же, чтобы те люди, которые по тем или иным причинам не смогли очно поучаствовать, да, чтобы это можно было выложить, чтобы люди могли посмотреть, опять же, кому это интересно. Хорошо, спасибо. Ну, и пожелаем всем участникам, чтобы их проекты получались успешно. Да, и прежде всего сейчас здоровья всем, да, потому что здоровья. И оптимизм. Нам нужен, нам оптимизм очень нужен. Чтобы из всего этого вы так улыбаетесь. Да, все, спасибо. Пока-пока. Все, давайте. Всем пока, всем хорошего дня. До свидания.